Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Провести работы качественно и в максимально короткие сроки. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет подготовка к ремонту потепровода по улице Земица. Удаляют изношенный слой асфальта и обновляют полотно заново. В столице региона стартовал новый дорожно-строительный сезон. Частота и безопасность в Самарском метрополитене началась с генеральной уборки подвижного состава. На две недели раньше срока по прежним тарифам. В этом году садово-дачные перевозки стартуют 15 апреля. Интрига вплоть до финального свистка. Самарские крылья Советов и Оренбург встретились на стадионе в Самаре. Найти решение, которое устроит всех. Глава Самары Елена Лапушкина осмотрела путепровод по улице Земица. Встретилась с жителями района и работниками близлежащих заводов, чтобы решить вопросы о перекрытии трассы в связи с реконструкцией. В частности, обсудили маршрут общественного транспорта и пути подвоза сотрудников к предприятиям. Подробности узнал Михаил Ермоленко. Одна из важных транспортных артерий Самары. По улице Земица ходит общественный транспорт. Трасса пользуется популярностью у автомобилистов и особенно у работников предприятий. Вблизи их несколько. Знаменитые ракетно-космические центры, двигатель-строительный завод, предприятие авиационной промышленности, конструкторское бюро. Путепровод на Земица часто ремонтировали. Но сейчас назрела необходимость провести капитальный ремонт. Путепровод важен по двум вопросам. Первый, что это подвоз на транспорта общественного. Второй, это у нас порядка полутора тысяч машин. Люди на машинах приезжают из окрестностей нашего города. Мы ежегодно по несколько раз в год пишем письма по состоянию моста. Он становится просто непроходимый, непроезжий. То есть убиваются машины и образуется огромная пробка. Накануне глава Самары посетила участок дороги, который планирует реконструировать, и прилегающую территорию. На выездном собрании Елену Лапушкину встречали работники заводов, жители района, представители профсоюзных организаций и сотрудники профильных департаментов и муниципальных предприятий. Главной темой обсуждения стала транспортная доступность этой части города. После закрытия путепровода на обновление, подъехать к предприятиям и близлежащим домам станет труднее. Понимаем, что определенные неудобства будут и для жителей, и для автолюбителей. Но, тем не менее, тянуть уже больше нельзя. Поэтому сейчас ищем максимально возможные варианты, чтобы минимизировать все неудобства. Чтобы исправить ситуацию, рассмотрели несколько вариантов изменения схемы работы общественного транспорта. Один из них – через Кировский мост. Как предлагается и решено, трамвай 24-й, который сюда ходит, и 13-й, закольцевать и пустить в Юнгородок через Кировский мост. У нас первое предложение было какое-то – пустить пиковый автобус из Барбошиной поляны до Юнгородка. Значит, когда-то он ходил такой автобус, 29-й, он ходил из Приволжского микрорайона. Но сейчас мы понимаем, что было бы целесообразно. Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, все поступившие предложения рассмотрят и разработают пути объезда заблокированного моста, а также способы доставки заводчан и жителей района до этой части города. Информация в скором времени появится как в СМИ, так и на официальных ресурсах администрации Самары. Кроме проезжей части обсуждали вопрос, связанный с пешеходными зонами вблизи путепровода. В период ремонта планируют использовать транспортное кольцо не в районе Костромского переулка, а на Юнгородке, куда самарцы могут дойти пешком. Но по пути есть рыночная зона. Которая выходит на тротуар. Нужно, чтобы торговые палатки не мешали людям свободно перемещаться. Разобраться в ситуации Елена Лапушкина поручила администрации промышленного района. Как отметила глава города, торговые точки не собираются убирать, а лишь облагородят прилегающую территорию и запретят предпринимателям выставлять лотки вблизи киосков, чтобы не загораживать пешеходную зону. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. В Самаре готовятся к организации регулярных сезонных перевозок по дачным маршрутам. В этом году из-за раннего потепления первые автобусы поедут в рейсы 15 апреля. Подготовку к этой работе, а также к перевозкам людей на кладбище в дни поминовения и религиозных праздников обсудили на рабочем совещании в городской администрации. Подробности в следующем сюжете. Из-за ранней весны в этом году в Самаре раньше стартуют садово-дачные перевозки. Рейсы будут осуществляться по 29 маршрутам и охватывать Волжский, Красноярский и Кенельский районы Самарской области. В апреле и октябре автобусы будут ездить только в выходные дни, а вот с мая по сентябрь перевозки будут осуществлять также по средам и пятницам. О подготовке к этой работе говорили на еженедельном совещании в городской администрации. Все тарифы у нас на уровне прошлого года, они не повышаются. У нас точно так же заключается контракт с оплатой транспортной работы. Самым важным условием этого контракта это соблюдение расписания убытия и прибытия. Количество транспортных средств 52 будет одинаково для всех дней перевозки. Дачные перевозки не будут осуществлять лишь в дни, когда будет организована перевозка людей городским кладбищем в религиозные праздники и дни поминовения. Это касается следующих дат. 16 апреля – Пасха, 23 апреля – Красная Горка, 25 апреля – Радоница, 9 мая – День Победы, 3 июня – Троицкая Родительская Суббота. В эти дни около городских кладбищ будет и временное ограничение движения. Сотрудники ГАИ есть, они принимали участие в объезде, выданы рекомендациям выставить экипажа, как обычно, каждый год. Экипажи точно будут выставлены в рубежке, экипажи точно будут выставлены около Южного кладбища, экипажи будут выставлены на аэродромной. На автобусных рейсах к кладбищам будут сохранены все городские тарифы с сохранением льгот. Кроме того, в этом году работа автобусов будет продлена на один час по сравнению с прошлым годом – с 7 утра до 16 часов. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События. Удаляют изношенный слой асфальта и обновляют полотно заново. В столице региона стартовал новый дорожно-строительный сезон по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Чтобы не мешать движению общественного транспорта, работы в основном проводят ночью. Специалисты уже обновляют полотно на Южном мосту и путепровод «Аврора», а также улицу Береговую, Республиканскую и Алматинскую. Сергей Кизоркин увидел, как проходит первый этап ремонта – фрезерование. В региональной столице стартовал дорожно-строительный сезон. Улица Береговая – первый объект ремонта на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ночь на субботу при помощи установки холодного фрезерования специалисты удалили 6 тысяч квадратных метров старого изношенного слоя автодорожного покрытия. Работы не прекращались все выходные. По состоянию на 3 апреля осталось отфрезеровать полторы тысячи квадратных метров. Согласно муниципальному контракту, Береговую отремонтируют на участке протяженностью почти полтора километра от проспекта Кирова до улицы Земица. Это 13,5 тысяч квадратных метров. Работы проводят методом больших карт по всей ширине проезжей части. Улица Береговая у нас будет объездной улицей при перекрытии путепровода 139 километров, потому что мы собираемся его перекрывать с 10 апреля. Поэтому эта улица будет особо задействована жителями города и работниками всех прилегающих заводов. Поэтому в первую очередь ремонтируем ее. Заранее проработали вопросы синхронизации работ Дорожно-строительной организации теплоэнергетиков. На одном из участков в 20 метров сначала переложат теплотрассу. Затем отремонтируют дорогу той же асфальтобетонной смесью, которая будет укладываться по остальному ездовому полотну. Будет нам нарезаться шовстык, промазать бетонный мастик и укладывается нам новое асфальтобетонное покрытие. Стыков никаких не будет. Где необходимо, дорожный рабочий усилит основание проезжей части на участке ремонта. Кроме того, заменят люки колодцев. Дорога в очень плачевном состоянии находится. В ямах выбоины очень большие, глубокие, до 25 сантиметров. Все колодцы опущены ниже уровня. Все провалены. Инженерными коммуникациями будут заниматься в основном днем, а самые трудоемкие работы организуют преимущественно в ночные смены, когда интенсивность дорожного трафика снижается. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, в том числе заводчан, полного перекрытия дороги не будет. Движение транспорта возможно по свободной полосе. В начале дорожно-строительного сезона в числе первоочередных объектов уличнодорожной сети, которые уже охватили ремонтом, также улицы Республиканская, Алматинская, мост Южный и путепровод Аврора. На их неудовлетворительное состояние поступало больше всего жалоб от горожан, в том числе и через социальные сети. Это, как и предписание надзорных органов и результаты мониторинга уличнодорожной сети силами специалистов профильного городского департамента, обязательно учитывается при формировании списка объектов ремонта и графика работ. Движение транспорта по Южному мосту и путепроводу Аврора ограничено лишь частично, а ремонт проводят поочередно по одной полосе. Чтобы не перекрывать движение, подрядная организация выполняет работы по одной полосе. То есть непосредственно перекрывается одна полоса, на которой фрезеруется асфальтобетонное покрытие. Движение осуществляется также, ну то есть машины, которые идут в эту же сторону, они идут по одной полосе, в обратном направлении также идут по своим двум полосам. То есть организация дорожного движения на должном уровне, то есть это непосредственно предупреждающие знаки стоят, это непосредственно ограждение участка. В последний раз ремонт выполнялся, ну именно комплексный ремонт этого мостового перехода выполнялся в 2017 году. Принято решение как бы выйти на эти объекты и отремонтировать для удобства граждан города Самары. Южный мост и путепровод «Аврора» начали фрезеровать в ночь субботы на воскресенье. Предстоит большой объем подготовительных работ. Внимание на примыкание системы дренажа ливневой канализации. Только потом проезжую часть заасфальтируют. Общая площадь примерно 16 тысяч квадратных метров. Совокупная протяженность двух объектов более одного километра. Отремонтируют, конечно же, и стыки деформационных швов. К швам подойдут той же смесью, щема 16, которая будет использоваться на остальных участках путепровода и мостового перехода. Мы постараемся максимально ровно уложить покрытие вровень с деформационным швом, чтобы при проезде деформационных швов на автомобиле эти стыки не чувствовались. Согласно нацпроекту, при ремонте мостов, путепроводов и улиц применяются современные технологии и материалы. Это одно из основных условий реализации дорожного нацпроекта. Преимущество смесей зависит от дополнительной фракции щебня, более мелкого. Поэтому скелет, так скажем, асфальтно-бетонной смеси будет держаться намного прочнее. В течение нового дорожно-строительного сезона и масштабной дорожно-ремонтной кампании, на средства, которые выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в Самаре обновят 42 участка дорог местного значения совокупной протяженностью 42,7 километров. На всех объектах ведется непрерывный контроль за каждым этапом ремонтных работ. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События. С началом городского месячника по благоустройству сезонными работами охвачено все городское хозяйство, включая транспортную сферу. После зимней эксплуатации необходимо привести в порядок подвижной состав. При этом нужно позаботиться не только о чистоте машин, но и о безопасности рейсов. Необходимый комплекс мер принимается и в Самарском метрополитене, где сегодня за актуальными сезонными работами наблюдала Светлана Тимофеева. Под сильным напором воды и при помощи специальных счетов сотрудники депо отмывают вагоны. В Самарском метрополитене началась генеральная уборка подвижного состава в рамках городского месячника по благоустройству. Внутри салоны чистят ежедневно, при этом обрабатывают дезинфицирующими средствами. Особенно тщательно моют поручни, окна, подоконники, двери, пол, диваны. Сидения на время демонтируют, чтобы и под ними убрать скопившийся мусор. С наступлением весны, когда переходят на летние смазочные материалы, проводят чистку механизмов. Механическое оборудование после зимней пыли и грязи, все дело отмываем. В первую очередь механика у нас самая грязная. Весной после зимней всей пыли и грязи это все дело надо будет отмывать. Соответственно, все это сложнее. Дважды в год, осенью и весной, в метрополитене проходит комиссионный осмотр. Сотрудники предприятия осматривают коммуникации, лестницы, поручни и другие части подземки. Сотрудники предприятия осматривают весь комплекс зданий, сооружений, устройств и служебно-технических помещений. Следят за тем, чтобы не было разрушений и коррозии. Осмотру подлежат все объекты. Все, что влияет на безопасность пассажиров, на движение поездов, этому уделяется мало того, что ежедневный контроль, ежедневное обслуживание, но еще контрольные проверки, которые осуществляются руководством метрополитена, они дисциплинируют остальных работников, чтобы все на своих местах отвечали за качество выполненных работ. Кроме того, в Самарском метрополитене продолжается реализация правительственной программы по обновлению и капремонту подвижного состава. На данный момент уже отремонтированы 22 вагона, 4 вагона новые. В этом году на модернизацию и капремонт отправят еще 6. Согласно техническому заданию работы, подрядчик должен выполнить до 1 ноября 2023 года. После доставки, приемки и пуска наладки в декабре обновленные вагоны выйдут на линию. До конца 2024 года капитальный ремонт пройдут еще 18 вагонов. Таким образом, срок службы продлят на 15 лет. Повышается безопасность перевозки пассажиров в данной ситуации. Это обеспечивается за счет видеонаблюдения новой системы АЛС-РС. Между вагонами устанавливается специальное приспособление, которое исключает случайное попадание человека между вагонами. К завершению строительства и вводу в эксплуатацию станции Театральная необходимо обновить весь подвижной состав для перевозок из отдаленных районов Самары в исторический центр города и обратно. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Судьба доходного дома Челышова под контролем администрации города. С жителями пострадавших от пожара квартир уже встречалась глава Самары Елена Лапушкина. Тогда жильцы просили ускорить проведение технической экспертизы для того, чтобы выяснить, считается ли дом пригодным для дальнейшего проживания и подлежит ли он восстановлению. Напомню, 22 марта здание сильно пострадало в результате пожара. Сейчас городские власти оказывают всю необходимую поддержку жителям доходного дома. Поддерживает самарцев и на региональном уровне. Тему продолжит Ксения Баканова. С момента крупного пожара в доме Челышова прошло две недели. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Администрация города продолжает оказывать поддержку пострадавшим при пожаре. Большинству жителей уже выплачена материальная помощь в зависимости от причиненного квартирам ущерба. Предоставлено временное жилье в маневренном фонде. Власти оказывают поддержку, ту, которая необходима. Получают люди, справки получают. По этим справкам какие-то первые выплаты уже получили некоторые. Открытую встречу с жителями провел депутат Госдумы Александр Хинштейн. Больше всего пострадавших волнует судьба сгоревшего дома. Однако пока делать какие-то прогнозы рано. Только после технической экспертизы станет понятно, подлежит ли дом реконструкции, пригоден ли он для жилья и можно ли будет обойтись ремонтно-реставрационными работами. Также на этой неделе, скорее всего, заключат договор на срочные противоаварийные работы. До наступления холодов тепловой контур дома должен быть полностью восстановлен. Ровно так же, как год назад, когда сгорел наш пятый подъезд. Все, что полагается муниципалитету и государству сделать для людей, которые понесли всевозможные убытки, все было сделано. И сейчас делается ровно то же самое, если не больше. Некоторые вопросы удалось решить в ходе встречи. Например, куда на время ремонта вывезти вещи. Парламентарий уже договорился с одной из самарских организаций, сотрудники которой предоставят для этого свои склады. А в администрации Ленинского района помогут с перевозкой, обеспечат грузчиками и транспортом. В ходе встречи Александр Хинштейн осмотрел квартиры, пострадавшие в огне, отметив, что надежду на восстановление здания терять не стоит. Некоторые квартиры выгорели, но есть квартиры, которые более-менее в нормальном состоянии. Самое главное – стены, фундамент, основная часть крыши, несущие конструкции. Все осталось. Индивидуальная работа с каждой семьей продолжится до завершения всех необходимых процедур, связанных с технической экспертизой. И если потребуется – восстановлением доходного дома. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Театральный весна Островского. Фестиваль с таким названием продлится в регионе до 27 апреля. Он приурочен к юбилею великого русского классика. Ему исполнится 200 лет. Для зрителей Самарские театры представят свои лучшие постановки по произведениям Александра Островского. Подробности расскажет Александра Гусева. История благородствия и низости, любви, долгия, богатствия и бедности. Сюжет комедии Александра Островского «Горячее сердце» актуален до сих пор. В театре камерная сцена уже представили спектакль по мотивам знаменитой пьесы. Он открыл фестиваль «Театральная весна Островского», приуроченный к 200-летию русского классика. Департамент культуры, администрация города Самара совместно с союзом театральных деятелей организовали вот такую декаду спектаклей по пьесам Островского, фестиваль Островского. Потому что в каждом театре Самары и Самарской области есть Островский и не один. Это наш любимый драматург. Островский написал более 50 пьес, каждая из которых была поставлена на сцене малого театра. Многие из них особенно актуальны в год педагога и наставника. Именно Александр Николаевич разработал программу обучения для драматических классов, создал школу естественной и выразительной игры на сцене и лично репетировал с актерами свои пьесы. Мы очень горды тем, что 23-й год указом президента считается годом Александра Островского, нашего великого драматурга, которому исполняется 200 лет. Все театры Самарской области, практически все, у кого идет этот замечательный автор на сценах, решили сделать такую театральную весну Островского. Вниманию публике будут представлены спектакли, поставленные по пьесам «Богатые невесты», «Снегурочка», «Гроза». «Правда, хорошо, а счастье лучше», «Женисьба» Бальзаминова. К культурному событию присоединятся театры «Самар», «Самарская площадь», «Камерная сцена», «Мастерская», «Витражи», «Колесо» и многие другие. Фестиваль театральной весны Островского завершится 27 апреля. Спектаклем «Блаж», постановкой драмтеатра «Колесо». Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Достойная игра равных соперников. Накануне «Самарские крылья советов» и «Аренбург» встретились на стадионе в Самаре. Этот поединок держал в напряжении всех, без исключения футболистов, тренеров и болельщиков. Интрига сохранялась вплоть до финального свистка. Но в конечном итоге команды разошлись миром. Анатолий Головко был на трибунах главного регионального стадиона и готов поделиться подробностями. После зимней паузы «Крылья советов» никак не могут набрать очки в чемпионате России, а серия из поражений уже становится затяжной. Мы поговорили с болельщиками, которые рассчитывают, что подопечные Игоря Осенькина смогут переломить ситуацию и сделают это прямо сегодня в матче с «Аренбургом». Конечно, мы надеемся, что переломят. В любом случае. Только победа нужна. Я хочу сказать, что сегодня, как говорится, игра за шесть очей. Если сегодня мы проиграем, то не знаем, что нам больше выигрывать. В Самару приехала серьезная группа поддержки из «Аренбурга». Несколько автобусов с фанатами. «Крылья будут биться и отстаивать. Четыре проигрыша подряд. Легкой победы не будет». Точный счет матча угадал болельщик «Крыльев советов» Александр Карпов. Житель города на Волге понимал еще до стартового свистка, что поединок географических соседей точно не станет легкой прогулкой ни для одной из команд. «Мне кажется, будет боевая ничья 1-1 или 2-2». Первый тайм поединка оказался богат на события. Гости, не раздумывая, бросились в атаку, но защитники «Крыльев советов» бережно опекали владение молодого галкипера Ломаева. Волжане искали счастья в контр-игре. Самым находчивым оказался Дмитрий Цыпченко. Прорвавшись по левому флангу, штрафной форвард эффектно перебросил Николая Сысуева уже на девятой минуте и зажег на табло свое имя. Подопечных Марцелла Личке такое развитие событий явно не устраивало, и они восстановили равновесие усилиями Дмитрия Воробьева. 1-1. После этого команды еще несколько раз могли обменяться забитыми мячами, но этого не произошло. Защитники и галкиперы были на высоте. Когда футболисты оказывались бессильны, на помощь спортсменам приходил каркас ворот, главный враг атакующих и надежный друг обороняющихся. После перерыва на поле появился Владимир Писарский. Оренбургская торсида встретила экс-игрока своей команды оглушительным свистом. Форвард имел несколько возможностей для взятия ворот, но в этот день Фортуна явно смотрела в другую сторону. Футбольные качели продолжались вплоть до финального свистка, а в конечном итоге соперники так и разошлись миром. Я думаю, что счет 1-1 прав, только же могло быть побольше, но 2-2-3-3, это было бы лучше для болельщиков. Очень хороший настрой был у нас, считаю. Мы играли в такой футбол, в футбол против очень быстрой команды, которая тоже умеет играть. Мы понимаем, что нам надо выигрывать, а не рассказывать, сколько было моментов. Крылья Советов закрепились на 12-й позиции в РПЛ. Борьба за выживание в чемпионате России в самом разгаре, но уже в эту среду, 5 апреля, самарцы будут биться за право выступить в финале Кубка страны. Подопечным Игоря Осенькина предстоит выяснить отношения со столичным ЦСКА на выезде. Напомним, что первый матч Волжан и Армейцев закончился со счетом 2-2. Победитель будет определен в Москве. Смогут ли наши футболисты повторить успех прошлого года и дойти до главного матча турнира, узнаем совсем скоро. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Владимир Путин подписал указ о создании Госфонда поддержки участников специальной военной операции и их семей, информирует в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Основная задача фонда – обеспечение военного и его близких всем необходимым. Фонд будет открыт не только в Москве, но и в каждом субъекте Российской Федерации. Теперь подать заявление на оформление карты жителей Самарской области можно в любом офисе МФЦ, говорится в телеграм-канале Железнодорожного района. Для этого потребуются три документа – паспорт, полюс ОМС и СНИЛС. Фотографию бесплатно можно сделать в офисе МФЦ при подаче заявления. Средний срок изготовления карты жителя – не более 14 дней. Как только она поступит в отделение банка, заявитель получит СМС-уведомление о ее готовности и сможет забрать карту в удобное для себя время. Помимо МФЦ, заявки по-прежнему принимаются в банках-партнерах проекта, на сайте kart.samregion.ru и в мобильном приложении. В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, напоминает телеграм-канале Октябрьского района. В этом году основной объем работ будет распределен на 4 санитарных средника – 5, 12, 19, 26 апреля и 4 субботника – 8, 15, 22, 29 апреля. Помимо представителей коммунальных служб, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане. Желающим присоединиться к наведению чистоты и порядка в городе, в телеграм-канале рассказывают, где можно получить необходимый инвентарь. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!